Привет, это канал GoFingerStyle, меня зовут Максим Ярушкин, в этом видео расскажу про лупер, что это такое, как им пользоваться, как он работает, где он вообще применяется, нужен ли он именно вам, или можно обойтись без него. Что такое лупер, классический лупер, потому что на самом деле они бывают разные, и мы об этом тоже потом поговорим, но вот в классическом понимании лупер чисто технически это считайте диктофон, только диктофон пишет в микрофончике свои, а лупер пишет линейный вход, то есть вот вы вставили провод в гитару, другой конец вставляем в лупер, это как правило такая педалька, самый простой вариант с одной кнопкой, соответственно вставили сюда, кнопку нажали, запись пошла, давайте покажу. Раз, два, три, четыре. Все, теперь эта петля будет кружиться, пока мне надоест. Что я могу делать? Могу играть просто сверху, как будто у меня второй гитарист, эти два аккорда постоянно играют. Если мне играть надоест в какой-то момент, я могу разнообразить эти два аккорда, записав еще один слой сверху. Для этого надо нажать еще раз на кнопку, и запись пойдет сверху. Какой слой? Ну, я придумал вот такой вот. Поехали. Можно еще один, например. Ну, как вариант. В общем, этих слоев можно записывать кучу, главное, чтобы это не смешивалось в кашу. Ну, чисто технически это возможно, но на практике это не всегда нужно, иначе будет слишком нагруженная музыка. Об этом мы отдельно поговорим, про советы, как с этим работать. Теперь давайте подумаем, где это вообще можно применять, где это будет уместно. Самое очевидное, конечно, то, что я вам продемонстрировал. Вместо того, чтобы кого-то просить играть одни и те же аккорды по кругу, пока вы там что-то придумываете, мы просто записываем лупер, и сверху как раз можно будет придумывать, импровизировать, сочинять мелодии. То есть записали аккорды, а уже мелодическую часть, голос, мы наигрываем сверху самостоятельно. Это еще классный способ проверять ваши какие-то музыкальные идеи. Вот вы придумали несколько аккордов, и придумываете сверху мелодию. Такая, сякая, ложится, не ложится. Например, с ней зашли на меня вот такие вот аккорды. Есть у меня какая-то мелодия в голове, я начинаю примерять. Вот для этого лупер отлично подходит для таких сочинений. Или наоборот, муза мне подарила какую-то гениальную мелодию. Ну, например, такую. Я сразу ее запишу. И вот она по кругу играет. А я тем временем буду придумывать аккорды, подбирать на нее. Может быть не то, может быть, например... Ну, вот такой сценарий. Конечно, можно пойти чуть дальше, не только аккордная мелодия. Так как лупер может записывать еще сверху слой и еще сверху. Можете там бас примерить к тому, что вы зачинили. Примерить какую-то ритмическую часть. В общем, для вот такой быстрой фиксации идей, что у вас возникло в голове, хотите поиграть, примерить одно к другому. Классно. Подключили гитару. Например, у вас лупер под ногами. И все. И погнали. Это вдохновляет. Пока вот есть у вас вдохновение, сразу берем инструмент в руки, сразу фиксируем. Вместо того, чтобы ставить стойку, микрофон, подключать к звуковой карте, ее к компьютеру, запускаем куббейс. Блин, опять звука нет. Так, новый проект. Ну, короче, вот это вот все, оно немножко тормозит. И вдохновение уже чуть-чуть уходит. Когда вы быстро подключились, все, это прикольно. Поддерживает вас огонь какой-то. Ну, на мой вкус. Забегая вперед, скажу, что есть более продвинутые луперы. Не только такие однокнопочные, где просто слоями писать. Но они уже почти приближаются, соответственно, к уровню кубейса или гараж бенда. В общем, там можно редактировать прям, видеть ваши слои. Можно переключаться между частями, там, куплет-припев и так далее. То есть это не только однокнопочные. Про это мы еще поговорим. Лупер очень классный инструмент, на мой взгляд, для того, чтобы на сцене чуть-чуть расширить ваше звучание. Особенно, если у вас небольшой состав. Например, там, не знаю, акустическая гитара и вокал. А хочется почти как у группы, но никого звать больше не хочется. Чуть-чуть что-то записали в лупер, уже стало повеселее. Еще что-нибудь. И так вот ваши аранжировки немножко будут расширяться в звучании. Это достаточно прикольно звучит, когда вы играете, например, какую-то кавер-программу, и вам на сцене интереснее какое-то разнообразие, какое-то, возможно, место для импровизации, где-то чуть-чуть можно подрастянуть программу, записав аккорды, ну, просто вот то, что вы играете, и на это посолировав. Ну, есть разные техники, о них мы поговорим. Вот это для сцены, если грамотно использовать, очень классная штука, чтобы расширить ваше звучание. Как я сказал в самом начале, чисто технический лупер – это диктофон. Но некоторые из них очень ограничены по времени, типа есть некоторые там ограничиваются 90 секунд, и все, и больше мы не запишем петлю. Слои можем сверху писать, а вот именно по длине эту первую петлю они не записывают. Поэтому надо смотреть на технические характеристики. Например, у меня один из луперов был Digitec, и туда прям вставлялась SD-карточка. Он мог много писать, типа там 10-15 минут, я уже не помню, сколько точно. Мне хватало именно для того, чтобы просто записать. То есть я вставлял провод в гитару, нажимал на него, записывал, и вот у меня на флешке моя запись. Это когда у меня не было ни аудиокарты, ни нормального диктофона. Некоторые луперы, кстати, имеют встроенную память, более расширенную, и просто вы USB-проводом потом подключили, и скинули этот файлик к себе на компьютер, делайте с ним что хотите. Обращайте внимание на технические характеристики, сколько по длине ваш лупер записывает, и можно ли скинуть это на компьютер. Кстати, про выбор лупера мы тоже поговорим попозже. Очень практичная штучка этот лупер для саундчека. Когда вы приходите на концерты играть, проверили звук, все хорошо работает, звукорежиссер говорит, все классно, но не поленитесь, потратьте дополнительные 2 минуты, запишите себя в лупер, свою игру, отложите гитару и спуститесь, выйдите в зал, послушайте, как в зале вы звучите. Что-то, может быть, подкорректировать очень удобно. Вы сейчас досматриваете видео из серии роликов про луперы. Очень интересный мир, на мой взгляд, в следующем видео расскажу, какие луперы бывают и как вам выбрать лупер для себя. Потому что я поплановал в этом мире, поизучал, разные есть варианты, может, ваш лупер вас не устраивает. В общем, будет такое видео, или, возможно, уже есть, загляните обязательно в описание, там будут ссылки. Отдельный ролик по моим рекомендациям и советам, как сделать так, чтобы было ровненько записано, ритмично, чтобы ваша запись звучала не кашей какой-то такой перегруженной, а звучала интересно, дышала. Короче, смотрите в описании, там будут по-любому ссылочки на продолжение этой серии. А вообще, поставьте лайк, если вам уже понравилось, а еще лучше подпишитесь. Ну и пишите в комментариях ваши вопросы, буду рад ответить. Увидимся в следующих видео.